Экс-чиновник заявляет, что его подставили и уволили с должность из-за политических взглядов. Дело было еще в 2010 году. Тогда, рассказывает экс-налоговик, его обвинили во взяточничестве. Для этого сотрудниками СБУ Харьковской области проводились определенные мероприятия, съемки в кабинете. За полгода не нашли никаких подтверждений моей противоправной деятельности, а выполнять указания им нужно было по-любому. Поэтому нашли предпринимателя, по которому на тот момент было уголовное дело. 212-я – это наша статья по закрытию доходов от налогообложения. Наверняка за какие-то обещания, что они ему чем-то там помогут. И в итоге этот человек 26 января 2011 года написал заявление о том, что я у него якобы вымогаю взятку. Чиновника арестовали. Ему пришлось 4 месяца просидеть в СИЗО. За это время его уволили. Мы сразу же с адвокатами подали возражения в суд о моем незаконном уволении. Вся эта тяжба судебная тянулась порядка трех лет. За это время мы выиграли и первый суд, суд первой инстанции, Харьковский административный суд. Выиграли высший административный суд и высший суд Украины, в решениях которых было четко указано, что увольнение было незаконным. Доказав, что увольнение незаконно, Владислав добивается того, чтобы его восстановили на работу. В итоге ему это удалось. Однако… Восстановление мое произошло на один день, и в тот же день я был отправлен на пенсию. Налоговая меня уволила с выплатой минимальной заработной платы, без всяких доплат. Пенсия мне была насчитана как следствие минимальная. На нервной почве у Владислава обострились хронические заболевания и развелась лейкемия. Из-за чего мужчина потратил много средств на лекарства, в связи с чем требует возместить ему моральный и материальный ущерб. Моральный вред заключается в том, что как начальник налоговой милиции, во-первых, это престиж. Информация о том, что он был уволен еще и каким образом был уволен, она была размещена в средствах массовой информации. Все его знакомые, все коллеги, все сотрудники, безусловно, знали о этой ситуации, и его жизненная позиция в этот момент пошатнулась. Материальный вред входит не выплата в полном объеме заработной платы, потому что выходное пособие, которое было выплачено, там не были учтены ни надбавки, ни за выслугу, ни за звание, ни за таемность. Несмотря на все доказательства, собранные юристом и потерпевшим, Дергачевский суд отказал в поданных исках. Сейчас дело передано в апелляционный суд, а в прокуратуру готовится заявление. Владислав уверяет, готовите до конца, лишь бы доказать свою правоту. Ольга Калиниченко, Денис Вишневский, 057UA.